Здорово мужики! Рад всех видеть на своем канале. Сегодня обзор нового штык-ножа под кодовым названием изделия 6х5. Крепление штык-ножа разработано для автоматов АК-74М, автоматов АК-100 серии и автомата Никонова Ан-95 Абакан. Данный штык-нож пришел на смену предыдущей модели изделию 6х4. В этом проекте предполагалось сохранить все возможности имеющегося оружия по резке различных материалов. Главным отличием штыка 6х5 от предшественников стала форма и конфигурация клинка. Штык получил симметричный клинок кинжальной формы. Обе кромки этой части клинка получили заточку для нанесения колющих ударов. Как и предыдущие образцы своего класса, клинок 6х5 получил одностороннюю заточку, а на обухе была предусмотрена носичка в виде зубцов. Также сохранилось и прямоугольное отверстие в клинке, предназначенное для соединения с ножнами при использовании в качестве кусачек. Также следовало переработать рукоять с использованием современных материалов и технологий. Дальше я хочу сделать небольшое сравнение штык-ножа 6х5 с штыком 6х4 и подробно рассмотрим каждую часть штыков по отдельности. Сразу можем видеть, что общий габарит штыков немного отличается. Общая длина штыка 6х4 33 см, общая длина штыка 6х5 34 см. За счет применения новых материалов удалось сократить вес штыка до 220 грамм, примерно на 50-60 грамм, меньше чем у 6х4. На сокращение веса холодного оружия больше всего сказалось изменение конструкции рукоятки. Она сохранила общую компоновку агрегатов, отработанную на предшественниках, однако получила ряд характерных черт. В проекте 6х5 было предложено отказаться от отдельной крестовины, накладки и головки. Новый штык должен был получить пластмассовую рукоять с интегрированными в нее необходимыми элементами. Основная деталь рукоятки, выполнявшая роль кожуха, изготавливалась из стеклонаполненного полиамида. Центральная часть пластиковой детали имела меньшую толщину в сравнении с другими и предназначалась для удобного удержания штыка, для чего имела рифление и несколько поперечных ребер. В передней расширенной части накладки предлагалось закреплять металлическую крестовину с кольцом для установки на стволе оружия. Как и ранее, кольцо имело внутренний диаметр 17,7 мм. Крепление за щелкой по-прежнему осталось в головке рукояти, но сама головка уже не металлическая, а пластиковая, и использовать ее в качестве молотка уже не так удобно. Ножны для штыка 6х5 имели минимальное отличие от ножен предыдущего 6х4. Главное отличие было в изменении длины, из-за изменения длины самого клинка, что позволяло не только хранить клинок, но и резать проволочные заграждения. Основным элементом конструкции ножен являлась продлуговатая деталь, вмещавшаяся в клинок. Ее внешняя поверхность закрывалась полиамидной накладкой с ребрами жесткости, также помогавшими удерживать ножны. Вместе с основными особенностями конструкции, ножны для 6х5 унаследовали и удачную систему подвеса. Снизу на ножнах имелся блок с креплением для штыка и лезвием кусачек. Путем установки штыка на крепление можно было резать некоторые материалы, используя штык и ножны в качестве кусачек. Теперь давайте подробнее рассмотрим клинок. Толщина у него 4,5 мм, ширина 29 мм. Из-за сравнительной большой толщины клинка, в районе режущей кромки имеется выраженный скос, который приводит к утончению лезвия. Такой же скос имеется и на другой кромке, со стороны зубцов пилы. Как уже упоминалось ранее, заточка у клинка односторонняя. Режущая кромка выполнена не на всю длину клинка. Она доходит ровно до скругления кинжала и потому на острие режущей кромки нет. Острие здесь не предназначено для резки, а именно для колющих ударов. Длина клинка увеличилась со 150 до 160 мм. Общие размеры оружия также поменялись. Общая длина штыка составляет 290 мм. Таким образом, отличия в боевых качествах должны были обуславливаться только новой формой клинка. Хочу рассказать об изделии 6х4, с которым я сравнивал изделие 6х5. Это штык-нож, который был восстановлен после поломки. То есть в нем оригинальная только рукоятка и ножны. Клинок же был восстановлен из нержавеющей стали. Форма клинка максимально приближенная к оригиналу. Единственное отличие это отсутствие пилы и отверстия под кусачки. Сейчас хочу сделать небольшую заточку ножа. Полирнуть режущую кромку, убрать на ней вмятины и дефекты. Также на кончике есть немного вмятин. Сейчас это все уберем и покажу результат. Вот такой результат заточки получился. Заточка с последующей полировкой. Итак, видео подходит к концу. Давайте подобьем итог. На данный момент штык 6х5 является уже не последним оружием своего класса. В конце 80-х годов неоднократно предпринимались попытки разработать новые боевые штыки. Но только относительно недавно появился новый штык-нож 6х9. Но это уже совсем другая история. Приглашаю вас заценить другие мои видео. Там также есть обзоры других штыков и видео по заточке ножей. Кому понравилось видео, поддержите канал лайком и подпиской. Всем спасибо за внимание. Всем пока.